Следующая неделя в городе Наневе пройдет под рев моторов стальных коней. Семидневку с 19 по 25 июня мото-столица объявляет мото-недели. Об одноименном фестивале мы поговорим с вице-президентом Ассоциации мотоциклистов Санкт-Петербурга Михаилом Некрасовым. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Мото-неделя мультиформатный технический фестиваль. Какие изюминки ориентироваться тем, кто не представляет пока себя в седле, но очень интересуется темой? В первую очередь, это технические средства активного отдыха. Все технические средства активного отдыха, которые существуют вообще, может быть, кроме самолетов, будут представлены на этом фестивале. Потому что самолет мы пока еще не сумели освоить. А так, конечно, это любители квадроциклов, любители вездеходов, любители мотоциклов, конечно, само собой. И любители истории в том числе. Поэтому действительно это первый такой фестиваль. В России никогда не проводилось такого рода мультиформатных мероприятий, именно технических. Потому что, ну не знаю почему, видимо, не было каких-то возможностей. Вот мы в Петербурге, в Пушкине, нашли такую возможность. Там замечательное поле 27 гектар, где мы можем позволить проложить специальные трассы, сделать тест-драйвовые какие-то стадиончики, провести битву вездеходов. То есть это такой динамический фестиваль, который, в принципе, основан на нашем 20-летнем опыте организации подобного рода мероприятий. То есть мотоциклисты, в принципе, не закрываются от представителей, скажем так, других видов транспорта. Вы сказали, там и квадроциклы будут. То есть это не только любители байков. Да, потому что мотоциклы – это одна из составляющих нашего хобби. Потому что многие мотоциклисты и квадроциклисты увлекаются вездеходами. То есть всеми, что касается техники, это все интересно. Поэтому одни мотоциклами мы не живем. Это такая тема, которая красивая, но она дорожная. Внедорожная тема будет представлена как раз мотоциклами эндуро, вездеходами, квадроциклами и так далее. И, помимо всего прочего, конечно, Пушкин – это то место, почему-то столица. Потому что помимо того, что это технический фестиваль, это еще и исторический и туристический фестиваль. У вас планируется экскурсионная программа. Давайте о ней подробнее. Как присоединиться, как, может быть, сесть к пассажирам? Да, уникальный формат, почему? Мультиформат. Это не только технический фестиваль. Вот на поляне ребята развлекаются. Расставили технику и показали. Да, и вот они там… Все фотографируются на фоне. Я напоминаю, что это целая неделя. И у нас девиз этого мероприятия – мото-столица, соединяя столицы. Это очень интересный формат, возможный только в Петербурге. Почему? Потому что мото-столица не потому, что мы такие великие, а потому, что мы объединяем столицы. Потому что только в Петербурге существует первая столица. Но она не в Петербурге, это старая Ладога, а первая столица России. Столица фонтанов у нас. Морская столица тоже у нас. Мото-столица опять же у нас. Мото-столица опять же у нас. Поэтому мы не говорим о том, что мы великие с точки зрения названия. Просто у нас много столиц, и мы хотим их всех показать. И мы как раз в своеобразном рукопожатии с Москвой. У нас первый день старт из Москвы. Ралли двух столиц, опять-таки, называется. Это некая символическая передача столичных функций в Санкт-Петербург. Мы из Москвы по трассе М11 везем столичные функции в Петербург. 19-го числа. И дальше 20-е, 21-е, эти рабочие дни, у нас вот эти экскурсии тематические по всем столицам, которые расположены вокруг Санкт-Петербурга. Это мы путешествуем. И завершается это все трехдневным шоу в Пушкине на главном фестивальном поле по адресу Петербургское шоссе 10, где состоится, собственно говоря, весь фестиваль. Это называется шоу моторов, гонка моторов, о котором могу отдельно сказать. Да, это же историческая страница, которую как раз хотели упомянуть. Да, это тоже уникальное состояние. Представляющие нашего фестиваля, гонка моторов, это ралли старинных мотоциклов, которые проводятся только в Петербурге. Это съезжаются со всех регионов ребята, увлекающиеся реставрацией, восстановлением, коллекционированием старинной мототехники. А давайте сразу для любителей. Старинная это сколько ей должно быть, ну как минимум? Ну, знаете, у нас отбор как минимум до 50-х, 60-х годов. 70-х уже, да, там, ближе к этому. До 70-го года можно. То есть мотоциклам как минимум полсотни лет. Ну, как-то так, да. Ну, если 70-й год, это некая граница. Но мы этим не ограничимся, потому что мы еще и приглашаем ребят, увлекающиеся классическими мотоциклами. Есть же новые мотоциклы, которые классические, которые, в принципе, похожи на старинные, но они современные, да. И ребята так и тоже примут участие. Это называется такое тоже отдельное движение, которое увлекается именно классическими мотоциклами. Они тоже будут принимать участие в этом. То есть это не будет как-то рухлять на колесах, безусловно. Это будет красиво. Но это и уникально, потому что в мире такие ралли проводятся очень локально. Собирают исключительно только вот именно... Это очень дорогое удовольствие восстанавливать мотоциклы. Это очень дорого и необычно. А вот мы в Пушкине, посвященной 125-летию проведения первого ралли в России вообще. Это состоялось в Царском селе в 1898 году. Опять же, смотрите, все к Петербургу. Именно поэтому мото-столица. Безусловно. Где первый фонарь появился газовый? В Царском селе. Безусловно. Первый мотоцикл – Царское село. Поэтому, конечно, мы не могли обойти эту дату. И 125 лет со дня первых мотогонок мы тоже празднуем в Царском селе. Именно по тем дорогам, где они проходили. Возвращаясь к вопросу Маши. Можно ли как-то стать участником, не имея мото-коня, но интересуясь этой техникой? Конечно. Нет, если вы имеете мото-коня, как вы выразились, то можно зарегистрироваться на нашем официальном сайте. Это moto-столица.рф. Заходите. Стать членом сообщества. Можно членом сообщества стать. Это другая тема. Это сложнее, Маша. Это сложнее. А вот приобщиться – это да. Это пожалуй. Кандидат. А если нет? Если нет, можно просто… У нас какие-то мотоэкскурсии все-таки. Попробовать прийти на место сбора и попробовать кому-то попроситься. То есть, в принципе, возможно? В принципе, возможно. Ну что ж, я думаю, что на этой ноте мы приглашаем всех обратить внимание на мото-неделю, изучить программу, найти для себя тот самый день и час, когда вы сможете присоединиться либо к экскурсиям, либо ко всему тому, что будет происходить в царском селе. Михаил, благодарим вас за участие в большом утренном эфире. Спасибо большое. До встречи. До встречи. Всех ждем. До полях. Всех ждем. Спасибо.